Здравствуйте! Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Олимпиада в Токио стала исторической для такого вида спорта, как каратэ. Впервые эта дисциплина украсила главный спортивный фестиваль мира. Как с этим дело обстоит в Рязани, поговорим сегодня с Рамилем Сакаевым, президентом спортивного союза стилевого каратэ. Здравствуйте! Здравствуйте! Рамиль, история возникновения каратэ в Рязани. Как давно? Федерация работает с 1992 года, то есть уже достаточно много лет, где развиваем мы детское каратэ, юноческое каратэ. И, в принципе, достаточно неплохо. Наверняка у вас есть список достижений, все-таки это уже, сколько, 28, даже больше. 28 лет. 28 лет, да. Черные пояса, чемпионские какие-то кубки, награды. Задача моей школы каратэ, федерации, мы ее называем школой каратэ Рамиля Сакаева, в том, чтобы на базе такой вот внутренней дисциплины, внутреннего воспитания, тренер является посредником между знаниями и учеником, воспитывать в детях, юношей, хороших ребят, которые занимаются спортом. Поэтому такая традиционная направленность, она больше идет, может быть, даже не на сам спорт, достижения высоких достижений, например, медали, кубки и все остальное, а именно то, что ребенок был занят и привязан к спорту с первого класса до одиннадцатого класса и получал разрядные пояса по каратэ. Если так взять за все эти годы то, что я преподаю, у меня, например, лично 6 черных поясов по разным видам или версиям в каратэ. Если взять моих учеников, то это 74 черных пояса, подготовленные за этот период. Из них это от первого данного черного пояса до четвертого данного черного пояса. Многие из них являются руководителями различных организаций, в том числе и в других городах. То есть, так как образовательно-спортивный процесс происходит в нашей школе каратэ. Медали мы привозим уже раньше, если мы считали, и по каким городам ездили, иголочки втыкали на карте, то сейчас это в среднем где-то 150 медалей в год учебно-тренировочный. Сентябрь по мае месяц, по июнь месяц, которым мы привозим в Рязани такой вот урожай. Ну вот у вас есть награды. Расскажите, что это за медали и за какой турнир? Ну, я с самой молодости, с самой юности привык работать таким образом, чтобы я еду, я сам выступаю на соревнованиях и везу команду. Здесь вот очень по всей Селевой Федерации, которую у нас еще в Рязанской области, в которой мы работаем на спортивном совете Селевого каратэ, очень такой красивый лозунг. Уважай, тренируйся, побеждай. Вот это вот понятие уважай, оно у меня всегда стоит на первом месте. И вот кто придумывал эти медали, тоже были большими молодцами. Это же медали этого года уже, да? Да, это весенние мои медали ветеранские. Это я судил соревнования, потом выступал на соревнования, потом опять продолжал судить. Ну, нас сейчас ветеранов особо так не пускают на такие серьезные большие турниры, потом все-таки жалеют. Мы уже годы прожили. У меня дома около 200 медалей за весь период моего участия в соревнованиях. Но ветераны – это хорошо. Давайте вернемся к истокам, скажем так. Давайте поговорим о детском каратэ. И насколько я понимаю, вы готовите детей, выпуская их с ограниченным контактом. То есть это условный полный контакт с ударами во все части тела. Это некая такая имитация или нет? Нет, мы сейчас говорим о том, чтобы каратэ было доступно для детей. У нас же родители как воспринимают единоборство? Пожалуй, Кут Ван Даму, Джеки Чену, Брус Ли, где кровь и все остальное. Нет, мы должны обучать детей таким образом и предоставлять им площадку для участия или проявления своих навыков соревновательных. Такую, чтобы не было травм. УК – ограниченный контакт. Кажется, да ну там ничего они такого не делают. Нет, уровень корпуса ведем почти в полный контакт. Уровень голова, где травмоопасно, у нас сдержанные удары, ограниченные. Это тоже требует очень большой подготовки, тренировки. Очень легко ударить. Любой мальчишка, любой мужчина на улице запросто может ударить в лицо. Вот эти вертушки все, да? Попробую проконтролировать этот удар, вовремя его остановить. Да, это мастерство нужно. Это мастерство. Вот дети этому учатся. Поэтому, когда они приходят на соревнования выступать, причем через месяц после того, как они записались. Вот я в своей школе каратэ. Мы даем таким образом, чтобы в сентябре ребенок пришел, в октябре мы уже предоставляем площадку для того, чтобы мальчишка или девчонка смогла или смог выступить на соревнованиях. Победить не победит. Я, наверное, из тех тренеров, которые никогда не ругают спортсменов за проигрыши. Потому что это каратэдо, путь пустой руки. Как вам пройдет этот путь? С победами? Молодец. Если он будет проигрывать, ну, внутренне бороться с этим, продолжать тренироваться, не бросая, ну, просто умница. Вот этот путь закрепленный в каждой дневной тренировке. Если мы посмотрим на группу ребят, мальчишек и девчонок, которые у нас тренируются, то мы не проводим селекцию. Вот Сережа, молодец, у него большие перспективы, всех остальных мы двигаем и начинаем с Сережей работать. Нет. Сережа, он остается продолжать быть лидером. И за счет наших своих таких уникальных методик мы даем ему развиваться. В то же время самого слабого мальчика или девочку мы к нему подтягиваем. И в процессе тренировок мы вытягиваем таким образом, чтобы... На общий средний уровень, да? Да, да. Где-то, может, даже и выше. И у нас получается, что, например, родители говорят, мой сын или моя дочка еще не готова. Нет, вы уже готовы. Вы, когда записались уже на каратэ, вы уже для себя приняли решение к чему-то быть готовым. Вы уже готовы тренироваться и уже где-то внутренне вы уже себя победили. Поэтому ребенок в ограниченном контакте, он работает в полную силу, с полной самодачей. Скорость удара огромнейшая. Раньше мы в те годы, когда не было понятия наука каратэ, мы набивали кулачки, разбивали суставы, боксерские мешки. У меня вот до сих пор такие мозоли есть еще с 80-х годов. Сломанные пальцы. А сейчас смотрите, как все у нас идет. Масса удара, скорость удара, сила удара. Все это множится. Уже не нужно набивать. Мы уже знаем, какие части тела, насколько килограмм могут воспринимать удары, чтобы сразить противника. Ну и, конечно же, дети, которые тренируются, они это тоже начинают понимать со временем. При нанесении удара в голову, они вовремя останавливаются. Хочется удариться. Ребенок разгорячился. Хочется, но он умеет уже контролировать. В корпусе у нас там жилеты есть. Но удары можно носить плотно. Ну вот авторская методика преподавания, она это и подразумевает, да? Да, умение видеть. Вот смотрите, за многие-многие годы я в своей школе каратэ выставлял детей и по тэквондо, и по кикбоксингу, и по киокушинкам проводили соревнования. Армейский, как я был высшим десантник, армейский рукопашный бой, это у меня в крови. Эти все основные направления, борьба дзюдо. Я был в свое время чемпионом Узбекистана по дзюдо. Вот эти все навыки мои, наработки, я давал детям. Дети участвовали, побеждали, проигрывали, что-то, какая-то методика обновлялась. Какие-то решения, взгляды были изменены с учетом современного времени, с учетом подготовки тех детей, которые сейчас сильно заняты учебой. С учетом физических их возможностей, они резко изменились. Дети сейчас и молодежь не та, которая была... Это в каждые годы происходит, но все-таки меняются. И умение вкладывать какие-то свои знания, наработки прошлых лет позволяет нам побеждать на соревнованиях. Сентябрь – это время, скажем так, нового набора, да, ребят? Насколько я понимаю, у вас какое-то даже правило есть для набора, чтобы они занимались в том районе, в котором и живут. Во всех районах, я так понимаю, есть ваше представительство. Да, я так всегда стараюсь, чтобы карате было доступно. Мне иногда говорят, Рамиль, а вы не можете там это в Дашхак тренировать? На московском тренировать? И говорю, нет, зачем? У нас есть тренера, квалифицированные, черные пояса, аттестованные у японских мастеров, со своими тоже методиками, со своими тоже и образованием, которые руководствуют теми правилами и навыками, которые даю я им, которые они у меня получали. И вся система настроилась таким образом, что ребенок, живущий, предположим, где-то в Приокском, спустился со своей пятиэтажки, прошел до своей любимой школы, в которой он учится, зашел в спортивный зал, потренировался, через пять минут он уже дома. У вас же есть какая-то речь, с которой вы обращаетесь к родителям, чтобы они не боялись отдавать своих детей, чтобы они активнее принимали участие в жизни ребенка, чтобы они были, скажем так, творцами и создателями его появления у него характера, физической мощи и всего остального присущего современному ребенку? Что вы говорите? Я всегда придерживаюсь такому, тренер, то есть я являюсь посредником между знаниями и вашим ребенком. И какие бы не были у вас способности, природные, теловые навыки, я все равно развиваю то, что ребенку подходит. Если нет у ребенка растяжки, но не может мальчишка тянуться, карты настолько универсальная штука, что совсем не обязательно его измучить, вы посадите его на шпагат, что вся его жизнь превратилась в такую мучительную, страдательную стезию, что мы о каратуре уже начинаем забывать. В каждом из нас спрятана огромная сила, дарованная Богом. И ты должен ее найти и познать истинный путь. Пришел ребенок, тянется, умница. Даем ему навыки. У него просто навыка будет больше. В общем, мальчишка не тянется, суховатый или полноватый. Пожалуйста, вот тебе вот такая вот техника. Ты ее, этой методикой тренируешься. Так же и по девчонкам. Девчонки у нас более прогрессивные. Слушая это, конечно, родители начнут понимать, что действительно, мы их не мучаем. Мы им даем то, что они могут воспринять на данный момент. Каждый год, каждый этап, каждый пояс, он требует каких-то особых навыков. Тихонечко, тихонечко это идем. Это можно делать только тогда, когда у тебя есть за спиной огромный опыт. Все-таки у меня вся семья, все каратисты. И за моей спиной десятки тысяч ребятишек, которые прошли этот этап и стали или просто хорошими людьми, или спортсменами, или просто тренерами. Мы не академия, просто школа каратэ. Привязываем весь свой учебный процесс к программе в школе. Пришел ребенок, первый класс, записался в секцию каратэ. Девятый класс выпускной, мы знаем, или одиннадцатый класс выпускной. Мы подведем его уровень знаний и уровень навыков к черному поясу. Первый данный черный пояс. Может быть и выше, у нас есть и выше. И ребенок, учась в школе, получая оценки по предметам, приходит в секцию, тренируется. Параллельно. Параллельно, да. Там получает знания, здесь получает знания. Надо ребенку выступить по рукопашному бою, пожалуйста, мы быстренько даем те навыки, которые для рукопашного боя. Для карата ограниченный контакт, пожалуйста, ОК, выступаем. С тресозащиты есть мальчики, которые достаточно мощные, условно так агрессивные. Мы им даем полный контакт. И они ездят, своих сверх выступают. Вы упомянули девочек, как часто они приходят на занятия, как часто они появляются в день каратиста, в день приема. У нас, если так брать по медальным зачетам, по характеру выступлений, 70-60% это девочки завоевают медали. Последние годы так сложилось, что у девочек это и больше интерес. Может, потому что у меня дочь, тоже тренер-преподаватель, тоже активная. Может быть, из-за того, что у нас действительно стало и так популярно понятие самозащиты, самообороны и доступность. Ведь раньше, вот я же вспоминаю, те 90-е годы, когда говорили, как? Если девушкам заниматься каратэ, она не будет ни рожать. Это же страшные травмы. Сейчас, пожалуйста, вы посмотрите по ММА и другим видам направлений, где дерутся девчонки до крови. Красавицы. У всех есть дети. Все рожают, прекрасно живут. Да, девочки у нас очень активные. Девочек мы сюда приглашаем с удовольствием. Я даже так и много раз говорю, девчонки, с вами я пойду родину защищать в разведку хоть куда. Девчонки у нас действительно рязанские молодцы. Я хочу возродить в Рязани такой каратэ, как было в те далекие годы, когда говорили, вот Рязань приехала. Все. У всех на стороне сразу падало. Были времена, когда мы приезжали на соревнования, особенно по боевому каратэ. Когда говорили, все, Рязань приехала. Даже меня подзывали и говорили, Рамиль, пожалуйста, будьте поспокойнее. Ладно, посмотрим, как получится. А сейчас вот, более так, мы спокойно. Детишки тренируются. Девчоночки тренируются. Ездим, побеждаем. И говорю, еще раз, при этом при всем мы психологических не ломаем. Ты почему проиграла? Или ты проиграл? Нет. Молодец. Умница. Двигаемся дальше. Каратэдо. Путь пустой руки. Не сегодня, так завтра. Первая медаль у меня по кота, например, была в 35 лет в городе Донецке. 35 лет. В сентябре время набора новых групп. Какие слова вы говорите родителям? Можно сказать, чем завлекаете? Приглашаю детей с 4 лет. Это очень важно. То, что дети сейчас очень продвинутые. И с 4 лет воспринимают информацию достаточно хорошо. Потом мы даем такую базу. Каратэ. Это растяжка, физическая подготовка. Это такая нравственная подготовка. Что это все остается с ребенком на долгие-долгие года. У нас бывали такие случаи, что по 15 лет не ходили после меня. Но возвращаясь в секцию, все помнили. Поэтому приводите детей к нам в секции. В секции в каждом районе города. С 4 лет мы беседуем с ребенком. Смотрим, насколько он адаптируется. Насколько он коммуникабельный. И потом потихонечку начинаем с ним работу. При этом, при всем, что у нас хорошо поставлена такая работа, как соревновательная практика. Независимо от какой-либо подготовки, мы даем возможность детям выступать. И многие детишки уже идут в первый класс со своими медалями. То есть не спорт высоких достижений. Где кто-то из 100 – один. А даем буквально всем. То есть это очень хорошая такая база для внутреннего физического развития ребенка. С первого класса по 11. Как я говорил ранее. Приходите, ждут. В каждом районе города секции у нас. На базе школ. Добро пожаловать в нашу школу каратэ. Спасибо за участие в программе. Напомню, что у нас в гостях сегодня был президент спортивного союза стилевого каратэ Раиль Сакай. Спасибо вам. Приходите. Ну, а мы с вами еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова